Или просто хотят довести все до такого хаоса, до такого кипения, чтобы люди уже добровольно доверили уже себя какому-то искусственному интеллекту, чтобы был порядок. Все, мы хотим все быть чипизированы. Пусть великий порядок нам все делает. Вот если вдруг у меня там негативное настроение, у меня будет тип-тип-тип-тип-тип, я бы говорю, ой, все, давай позитивный включим. Это есть такие фильмы научно-фантастические, да, где человека контролируют вот так его состояние, его там все, чтобы он не был преступником и так далее. Это может быть специально провоцирует людей, чтобы они почувствовали, что без вот этой вот технологии, как бы, мы просто уже не справимся, будем жрать друг друга, живем. Да, ну вот, также хочется немножко ответить на те комментарии, которые иногда пишут, особенно это важно для тех зрителей, которые не живут в Израиле, потому что пишут израильтяне и пишут с таким, знаете ли, сознанием дела, что мы скрываем правду. На самом деле началось все с войны тиктоков, во-первых, мы об этом рассказывали. У меня есть израильские друзья, которые также идут каждую неделю, знакомы, и в шейх-джарах поддержка арабов тоже просто. А что такое шейх-джарах, вы знаете? Давай расскажем людям, они же не знают даже, о чем идет речь. Начать нужно с того, что надо объяснить очень кратко, за две минуты, да, эта ситуация очень сложная, но можно ее емко, кратко объяснить. То есть война тиктоков, да, ее начали арабы, арабы стали бить евреев и снимать на тикток, тогда еврейская молодежь стала бить арабов, снимать на тикток, это привело к ракетам из газа. Сейчас к жертвам 60 с лишним человек убитых в газе, из них 17 детей, у нас трое погибших, один ребенок среди них, из этих, то есть два взрослых, один ребенок в результате обстрелов. Почему такая пропорция? Ну, очень просто, потому что ракета это одно, а другое дело, когда израильская авиация летит в газу и полутонными бомбами, вот вы сейчас на экранах посмотрите, как это выглядит, да, вот так вот, то есть сразу огромный многоэтажный дом, например, просто уничтожается, как в Великую Отечественную войну, ну вот примерно так же. Так вот, война тиктоков, а почему арабы начали бить евреев, снимать на тикток? Потому что у нас есть район Шейх-Жарах, около старого города, это восточный Иерусалим, прямо вот, рядом с Дамасскими воротами, и этот район, естественно, там живут арабы, это восточный Иерусалим, они там жили всегда, ну, с 7 века, по крайней мере, да, то есть вот, если мы даже не признаем существование народа Палестины, говорим, что это все придумали ученые, нет такого народа Палестина, хорошо, арабы они, но арабы здесь 7 века, с времен халифа Амара, да, давайте так, хотя, конечно, это народ Палестины, я уже сто раз вам рассказывала, что это смешанный этнос, это местное население, да, это местное население, да, окей, но тем не менее, значит, они там жили, в 1865 году евреи выкупили небольшой участок этого района, почему, при турках еще, там есть гроб Шимона Цадика, это такой Семен праведник, он жил еще до Рождества Христова, и он считается праведником у евреев, чтобы так, кратенько, и они купили дома, прилежащие к этой святыне еврейской, да, и они там жили, обратите внимание, жили абсолютно мирно с арабскими соседями в течение, ну, почти что, вот там, 60 лет, да, во время британского мандата, в конце 30-х, начало 40-х, пошли столкновения между евреями и арабами, потому что евреи все больше заселялись, и арабы стали этому сопротивляться, и британцы выселили этих евреев из этих домов просто из-за безопасности. В 48-м началась война за независимость, и Израиль, когда победил, восточный Иерусалим отошел к Иордании, западный к Израилю, и вот эти дома оказались на территории Иордании, весь район был, как и весь старый город, и как и Масличная гора, ну, все вот это весь восточный Иерусалим. И иорданское правительство отдало эти пустующие дома арабам, арабским семьям. Они их заселили, и 65 лет жили мирно и спокойно. И вот в 2021 году евреи подают иск с просьбой вернуть им их законное имущество. На основании этого суд принимает решение 200 арабских семей выселить из этих домов. Это совершенно справедливое решение, вернуть евреям, ну, если это те самые хозяева, действительно, это имущество, да, я считаю, что это было бы справедливо. Но тогда надо еще и вернуть немцам, как бы, немецкая колония, которая тут есть. Люди, которые жили в Баке, тоже их дома надо вернуть. В Катамон, в Тальбе, то есть есть очень много мест, и у людей всех есть до сих пор ключи от домов и документы о том, что они купили землю, строили дома и никакой компенсации не получили. Понимаете, есть конкретно огромное количество палестинских семей, у которых есть не только документы, но даже ключи от их домов в Тальбе, в Мусраре. Эти дома теперь стоят по 5-6 миллионов долларов, там живут еврейские семьи. Они были захвачены после войны. Так давайте вернем тогда. Это имущество? Нет. У нас один закон для евреев, другой для арабов. Но, кстати, есть израильтяне, которые поддерживают арабов в данном случае. Конечно, и есть люди, которые каждую неделю, как я вам сказал, они в знак солидарности, они идут на демонстрации в шейх-джарах, сидят с арабами даже во время Рамадана, то есть праздничное разговление. Один даже поэт израильский, который еще и герой войны 1948 года, он умер уже, но, в принципе, хайм гуры. Мы, когда были церемонии в школах в день независимости Израиля или в день траура погибших солдат, мы всегда его стихи читали о том, как завоевали Иерусалим и все. То есть израильтянин патриот участвовал в войну за независимость, все, что хочешь. Он каждую неделю ходил на эти демонстрации. То есть этот процесс, чтобы вы поняли, идет уже... Хоть он воевал, чтобы эту землю, чтобы вообще это все завоевали. Этот процесс просто идет уже очень много лет, а сейчас он дошел до пика, потому что суд одобрил решение выселить эти семьи. А главное, компенсации им никакой не предлагают, и люди должны просто идти жить, ну куда, к сестре там ночевать, да, с детьми? Ну, то есть вот эти несправедливости, они... Чем они рождаются? Знаете, тем, чем? У дамасских ворот еще закрыли, прости, ступени, на которых любят по вечерам сидеть арабская молодежь. И это было абсолютно необоснованно. То есть до этого никакого, как бы, ничего не было, это просто был знак раздражать их. Ну, то есть целый ряд несправедливостей, конечно. И у Алакса тоже. Но к чему это... Чем это рождается? От чего рождаются эти несправедливости? Этот процесс не только в Израиле. Да во всех странах, где одна нация в какой-то исторический период превалировала над другой. Одна нация считает себя лучше другой. Мы имеем право, а вы нет. Нам можно, потому что и потому что. Нам положено, а вам не положено. Вот, да, как у нас все равны, но кто-то есть, кто ровнее. Да, вот это жутко, это просто, и это страшно, потому что из-за этого сейчас гибнут люди, из-за этого гибнут дети по обе стороны. Хотя, конечно, надо быть честным и объективным, что ответ Израиля непропорционален. Да, у нас погибших три человека, два взрослых, один ребенок. Притом одна это женщина из Индии, которая была, как по-русски сказать, нянечкой для старушки израильской. Работала здесь по контракту, она погибла. Вот, и из этих троих один это ребенок шестилетний, что совершенно страшно, это невозможно. Но когда я думаю о том, что в Газе это 60, там, сколько уже человек? 80, там, чем-то. 80 даже с чем-то. Но я читала последние сводки было 60 с чем-то, и 17 детей. Нет, я думаю, что... Для меня все дети равны, вот честно, да, это страшно. Страшно даже не это. Дело в том, что 86 человек, жертвы, по-моему, я не уверен 100%, из них 17 детей. Но проблема в том, что я читаю, что пишут израильтяне, как бы особенно, когда без контроля люди на клавиатуры уже не соображают, что пишут. Для очень много израильтян это слишком мало. Они бы хотели увидеть, как бы там... Они говорят, где тысячи, почему так мало, как бы... Почему, как бы вы все эти здания разрушаете, заранее предупреждают, предупреждают, что будут это бомбить. А есть очень много израильтян, которые недовольны этим. Они считают, что надо, чтобы вообще никого там не было. Израиль предупреждает, но дает слишком мало времени. А главное, ты никогда не знаешь, какие будут разрушения. Да, конкретно из этого здания люди успели убежать, но в соседних они погибли. То есть это невозможно... Это очень все... Это все очень нехорошие вещи, короче говоря. Поэтому вот что мы хотели вам рассказать, мы, собственно, сказали. Мы описали вам обстановку изнутри, как она есть. Мы передаем наш сердечный привет и сердечные наши соболезнования и молитву всем жителям Ашкелона, Ашдода, центра страны, везде, где сейчас падают ракеты, где вы живете под сиренами. Мы знаем, что это такое не понаслышке. И мы очень вам сочувствуем, соболезнуем. Но мы не менее соболезнуем и всем, кто потерял родных и близких. И с другой стороны, арабским семьям. Потому что это все живые люди, это все души Божьи. И все люди пред Богом равны. И смерть, она есть смерть. Любого абсолютно человека. И потеря близких, она одинаково ощущается в любой национальности, в любой религии, любым человеком. Поэтому, конечно, все это очень прискорбно. Но мы будем надеяться на то, что как-то все-таки разум здесь победит. Кстати, ситуация нынешняя даже ударила по планам возвращения туризма в Израиль. Видимо, этот источник дохода покрупнее, чем возвращение туристов в нашу страну. Потому что, во-первых, Израиль не принял спутник. То есть, окончательно и бесповоротно спутник Израилем не одобрен. То есть, привитые спутникам к нам прилететь не могут. Пока не началась вся эта гражданская война, объявляли, что 23 мая откроют страну. Нужно будет тем, кто хочет прилететь, независимо, привитым спутником или нет, любому человеку. Если он не привит файзером или какими-то еще прививками, которые государство Израиль признает, человеку нужно сделать ПЦР-тест при въезде в страну за свой счет. Я не знаю, сколько он сотен долларов будет стоить, но не две копейки, это уж точно по нашим ценам. И 10 дней сидеть в карантине за свой счет. То есть, таким образом, те, у кого здесь родственники или друзья, у которых есть лишняя комната, чтобы вас подержать в карантине, конечно, приехать будет можно. Но всем остальным, к сожалению, понятно, что это огромный расход оплачивать себе отель. Но на настоящий момент даже эта идея уже кажется из позапрошлой жизни. Бен-Гури, он закрыт. Впервые Израиль закрыл небо. Да, аэропорт закрыт. Америка уже отменяет все рейсы. Все, потому что Израиль не принимает сейчас самолеты. У нас это опасно, потому что Хамаджи, когда стреляет как раз по побережью, и очень легко попасть в самолет, это очень опасная вещь. Ну вот, так что вот такие новости. Солнышко опять перерезает нам экран, как будто хочет нам сказать, не бойтесь, все будет хорошо со временем. Мы сердечно хотим также передать наше поздравление всем мусульманским зрителям, подписчикам, мусульманам, которые сегодня, 10 мая, празднуют главный праздник в году Идельфитр. Мы вам желаем Идельфитр Мубарак, как говорят у нас арабы. Мы желаем мира, благополучия, здоровья вашим семьям. И всех, 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 всех мы крепко-крепко обнимаем. Оставайтесь с Богом, дорогие наши друзья, подписчики. Мы обещаем выходить в эфир как можно чаще. Мы еще покажем вам красоты Святой Земли, библейские места. Мы обязательно осуществим нашу мечту. И поедем на крайний север Израиля и покажем вам библейские места. Там мы это планировали. Вот мы почти заказали уже там проживание на два дня для съемок. И началась вот эта вся чепуха. Но мы доберемся обязательно, как только это будет возможно. Так что пока мы будем вам рассказывать, показывать все, что здесь. Надеемся, что вы будете оставаться с нами. С Богом! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok